Когда я звонил маме накануне отъезда, ей больше 90 лет, она мне спросила... Не выступай, ничего не говори. Почему я спросил? На что мама мне сказала, я тебя убьют. Почему, мама? Потому что ты все время споришь с правительством. Ты все время недоволен чем-то. Я говорю, что я не спорю, я возлагаю свою точку зрения. И сегодня я хочу сказать, что я жду решения от президента, ответа на вопрос, который мы обсуждали, судьба Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой. Но, 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 я это говорю, потому что я, так же, как и многие из нас, в воскресенье смотрели то, что происходило в стране. И мне кажется, что государство совершает большую ошибку, введя себя столь фамильярно с молодыми людьми, с школьниками, со студентами. Я говорю это, потому что я университетский человек. Я закончил курс в Кабардино-Балкарском университете, режиссерская, мастерская у нас. И я несколько лет был со студентами, с нашими. И я очень хорошо знаю настроение молодых людей. Не только там, но и настроение молодых людей в центральной части страны. Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать. Никто с ними не разговаривает. В течение многих лет я обращался к Матвиенко, обращался к нашему нынешнему губернатору с просьбой начинать разговаривать с молодыми людьми. Я никогда не получал положительного ответа. Они боятся это делать. Почему? Это невозможно уже. Больше терпеть это невозможно. Я хочу обратиться к нашим депутатам. К мужчинам-депутатам. Потому что женщины такого закона нового не примут. Давайте мы примем закон, запрещающий арестовывать, вообще прикасаться к женщинам, девушкам, которые участвуют в общественных акциях. Если вы видели, что происходило... Если вы видели, что происходило в воскресенье, то вы видели, как много было вот этих жертв, когда за руки, за ноги хватали девчонок, школьниц, и тащили куда-то. Грубо. Это было насилие. Эти людей надо понимать. Они сейчас, наконец-то, поняли, что в стране происходит. Мы много раз, много лет говорили, а где же вы? Где вы, студенты? Где вы, школьники? Вы замечаете, что вы внутри страны? Вы замечаете, что в этой стране происходит? Было молчание, их не было. Вот они появились. Но, конечно, наша главная с вами задача все же, не обсуждение политических контекстов. А мы с вами должны делать все, чтобы гуманитарное развитие нашего общества, наших молодых людей происходило. Потому что все, что связано с подменой просвещения, образования, какими-то религиозными догматами, все, что связано с борьбой и введением гражданское и политическое пространство религиозных институций страны, ведет к развалу страны. Я хочу обратить внимание на это. Я православным могу быть, хоть на Северном полюсе, но Россия у меня здесь. И только здесь. Если здесь начнут люди выяснять какие-то такие отношения, то все остальное перестанет вообще иметь какой-либо смысл. И последнее. Я отношусь к числу тех режиссеров, к фильме, которого многие не любят. Ну, в общем, не очень показывают. Или совсем не показывают. Это тяжело. Это обидно осознавать. И некоторые последние все фильмы я уже вынужден делать за пределами отечества своего. Месяц назад я получил из Министерства культуры бумагу, которая гласит, что Министерство культуры солитаризируется с решением не показывать, например, русский ковчег в Российской Федерации. Мне уже зазвонили какие-то люди. Я не буду называть фамилии, вы все прекрасно все понимаете. Мне уже звонили, что может быть, какие-то другие фильмы и падают под этот же клеймо. Но я знаю, что я в Чечне. Они не разрешены их показывать. Но Чечне особый сектор, не очень имеющий отношения к нашей стране. Все, кто сегодня занимается молодежью, все, кто включен в жизнь студенчества, все, кто связан с образованием, мы все должны с вами стоять прочно и в одном ряду. Мы должны бороться за силу просвещения. Мы должны бороться за силу просвещения. Только это избавит нас от возможной дикости, от возможных политических катастроф. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ